Сочи в этом году построят два офиса врача общей практики. Одно из таких современных мини-поликлиник уже возводят в селе Краевско-Армянское. В Сочи уже началась подготовка к новому курортному сезону. Благоустройство идет благодаря нескольким программам. Не доходят бумажные счета, можно оплатить в сети. В водоканале запустили рассылку электронных квитанций. Ученые посчитали черноморских дельфинов. Ежегодную перепись провели, чтобы оценить состояние морской экосистемы. Владимир Путин оценил качество кубанской селекции. Президент страны с рабочим визитом посетил Краснодар. В сопровождении губернатора Края Вениамина Кондратьева и руководителя Минсельхоза России глава государства осмотрел теплицу зернового центра. Почти за 100 лет работы здесь было выведено более 400 сортов и гибридов пшеницы и ржи. Как отметил Вениамин Кондратьев, производство собственных семян сегодня для Края стратегическая задача. Все площади в стране, которые засеиваются пшеницей отечественной селекции. При этом больше 7 миллионов гектаров занимают именно краснодарские сорта. Селекционер должен предугадывать поворотные моменты в развитии сельского хозяйства. Обеспечивать продовольственную безопасность. Да, и обеспечивать продовольственную безопасность. Мы хотим вам доверить, что она в наших руках. И до 2025 года мы уверены, что наши сорта конкурентоспособны. Они дают высокий урожай. Конечно же, мы смотрим в будущее с оптимизмом. И думаем, что готовы обеспечивать всю европейскую территорию России семенами. Глава государства смог оценить и научные разработки молодых ученых в Кубанском сельхозуниверситете в рамках Всероссийского агрофорума. Владимиру Путину показали стартапы магистрантов и аспирантов со всех регионов России. В том числе инновационный проект молодых ученых Кубани. Это летающий робот-сеялка, который позволяет высеивать семена в оптимальные сроки и на определенном расстоянии, вне зависимости от погодных условий. В случае засухи культуры проращивают в гидрогель и помещают в почву, что в конечном счете благоприятно скажется на всходах культур. Технология нам позволяет сократить издержки на посевной материал. Так как нам нужно меньше семян при ядрожировании. И при этом увеличивается урожайность культуры. За счет того, что семян меньше, меньше конкуренции между растениями. И поэтому прирост больше. Разработкам кубанских ученых меньше года. Но, как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, проекты уже вызвали интерес у многих сельхозпредприятий края и страны. Ну и о развитии агропромышленного комплекса России в целом говорили уже на пленарном заседании. Участие в нем приняли Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Во время выступления президент заявил, что сельское хозяйство развивается темпами, о которых еще несколько лет назад сложно было подумать. На сегодня экспорт отрасли АПК на треть выше, чем даже в военно-промышленном комплексе. И, как отметил глава государства, будущее сельского хозяйства в стране во многом зависит от поддержки небольших фермерских хозяйств и кооперативов. Все более заметную роль на внутреннем рынке должны играть и фермерские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в 4 раза. А объем производства увеличился на порядок. По сути, в России формируется целый класс фермеров, которые четко знают, какая продукция нужна потребителям. Знают, как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать. Максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок. Мы будем и дальше создавать условия для роста занятости людей на селе, для повышения их доходов, решать вопросы обеспечения фермерских хозяйств землей, доступными финансовыми ресурсами, повышать их экономическую устойчивость. И, конечно, важно поддержать кооперацию малых производителей, что позволит им эффективнее сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и повышать качество своей продукции. При этом подчеркну, в развитии малых форм хозяйствования на селе, сельхозкооперации многое зависит от региональных властей. Рассчитываю, что они будут оказывать фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам самое пристальное внимание и поддержку. Говорил Владимир Путин о возможности предоставлять фермерам в аренду землю без торгов. Соответствующее поручение президент дал Министерству сельского хозяйства. О необходимости такого решения заявил и губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, малые формы хозяйствования – это подушка безопасности для всего региона. В Краснодарском крае уже поддерживают фермеров, которые объединяются в кооперативы. Тем, кто покупает оборудование для сельхозпереработки, компенсируют не менее 90% затрат. Также важной темой обсуждения стали кредиты для малых форм хозяйствования. Владимир Путин попросил правительства подумать над системой льготных займов для аграриев. Общественный порядок на выборах в Краснодарском крае будут охранять 15 тысяч человек. Это полицейские, росгвардейцы, казаки и дружинники. Об этом сегодня на заседании регионального совета безопасности рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Одним из основных вопросов – подготовка к проведению выборов президента России, которые пройдут 18 марта. Главная задача – обеспечить безопасность и законность голосования. Пристально уделить внимание фактам незаконной агитации в день проведения выборов. Это, как правило, всегда сопровождает любые выборы. Мы должны быть здесь принципиальны, как никогда. Мы просто будем требовать соблюдения закона. Никому это не позволено. И никто не будет никаким способом продолжать агитацию в день голосования. И в день тишины в том числе. И, коллеги, главы муниципальных образований – это, в первую очередь, тоже и ваша задача. У нас в крае 4 миллиона 100 тысяч избирателей. Наша с вами задача – дать просто возможность, дать им право свободно, спокойно проголосовать. Сделать свое волеизъявление за того кандидата в президенты, за которого они считают. Еще раз подчеркиваю, мы должны обеспечить им эту возможность. И мы ее обеспечим. В Краснодарском крае будет работать 2791 избирательный участок. Больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения. В Сочи в этом году построят два офиса врача общей практики. Одну из таких современных мини-поликлиник уже возводят в селе Краевско-Армянское. В июне медики из тесного фельдшерско-акушерского пункта переедут в просторное здание большей площади. Как на объекте идут работы и какие еще социальные объекты сегодня строятся в Сочи – расскажем в нашем следующем сюжете. В село Краевско-Армянское. В здании поселковой администрации и местный клуб, и почта, и фельдшерско-акушерский пункт. Врач Сергей Дердерьян здесь ежедневно принимает более 20 пациентов в трех небольших кабинетах. Условия, конечно, стесненные, говорит заведующий ФАПом, но сочинцы, особенно пожилые, рады этому. А уже скоро радости будет еще больше. Буквально в нескольких десятках метров по той же улице Измайловская строится новый офис врача общей практики. Сейчас у нас здесь 24 квадратных метра на этом ФАПе фельдшерском. Здесь у нас три кабинета – приемный, смотровой и процедурный кабинет. То там будет уже 8 кабинетов. Там уже квадратура будет 180 квадратных метров. Там уже большой. Рабочие уже залили основание здания. Закончить обещают в мае. Это будет не просто фельдшерский пункт, а целая мини-поликлиника. Теперь жители Краевско-Армянского качественную и полноценную медпомощь будут получать, не выезжая из села. Это та самая шаговая доступность с медицинских услуг, о которой в своем послании к Федеральному собранию говорил президент страны. За именно такими офисами врача общей практики, будущее сельской медицины. И мы с удовлетворением говорим о том, что в нашем городе это строительство активно ведется. Ведется оно на условиях софинансирования краевого и местного, муниципального уровня. В этом году в Сочи планируют построить два офиса врача общей практики. Столько же в следующем. Вообще строительство социальных объектов, поликлиник, школы, детских садов – это приоритетное направление развития города, отметил глава Сочи во время встречи со своим заместителем по строительству. Мы с каждым годом все увеличиваем и увеличиваем нагрузку, потому что в этом году, как я понял, мы будем строить пять объектов детских дошкольных учреждений, три школы, еще одна у нас в Совет-Квадже завершение идет. И на перспективу, опять же, мы планируем со следующего года, как вы понимаете, три школы, опять пять-шесть детских дошкольных учреждений. Это вызовы. Раз нас так любят и раз столько переезжает сюда людей, значит, мы создаем благоприятные условия для проживания. Мы сегодня ведем работу над корректировкой трех детских садов, где добавляем ясельные группы. Это блок ДДУ номер 35, это блок ДДУ 19 на 80 мест и Малиновая 5, Аглежский район. Те предыдущие два блока – это центральный район. Также на сегодняшний день документация расположена на электронной площадке на торгах Чекменева 16, детский сад на 120 мест. Кроме того, в планах школы и блоки для начальных классов на улицах 60 лет в ЛКСМ, Армавирской, на Мамайке, в селе Раздольное и на Красной Поляне. Эти проекты пока на бумаге, а вот школу в Совет-Квадже на 400 мест сдадут уже в сентябре. Бетонные работы выполнены, почти готов фасад. В здании установлены окна, отделаны стены, проложены все коммуникации. Мы реализуем проект «Школа полного дня». То есть в первой половине дня будет проходить учебный процесс, вторая половина дня будет отдаваться воспитательной работе, полностью внеурочной занятости. Так как школа современная будет с набором всех помещений – и столовая, и спортзал, и актовый зал, и читальный зал, и медиатека, и мастерские. А еще просторный спортзал, о котором так давно мечтали школьники. А рядом строится детский сад. Степень готовности та же. И также в сентябре сюда пойдут 60 ребят. Темпы строительства социальных объектов в случае снижаться не будут. Об этом в ходе совещания с крупными строительными компаниями курорта заявил глава города Анатолий Пахомов. Для примера, в 2017 году на социалку было направлено 57% всего городского бюджета. Цифры этого года будут ничуть не ниже. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Максим Кавригин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Центральном районе Сочи продолжается реализация программы так называемых «малых дел». По обращениям граждан, районная администрация выполняет первоочередные работы, которые являются крайне важными для жителей. Вот, например, двор дома номер 2 на улице Тимирязева. Не двор, а проезжая часть. Машины под окнами идут одна за одной. Конечно, это не нравится жильцам, а еще то, что их двор некоторые автовладельцы превратили в парковку. А спецтранспорту вечером вообще не проехать. Это касается скорой помощи, это касается всех служб города пожарной, Саховская. Здесь находится площадка мусорная. В вечернее время невозможно проехать. Обращения граждан бесконечно идут о том, что самовольно захватывают территорию, устанавливают парковочные ограничители, ставят машины. Парковочные ограничители, или по-другому их называют лягушки, здесь повсюду. Но в рамках правил благоустройства придомовых территорий их самовольная установка считается нарушением. Поэтому сегодня при помощи сотрудников МЧС был произведен демонтаж. Установят владельцы машин. Вновь так называемые лягушки опять срежем пообещали в районной администрации. А вот на Цветном бульваре санитарная обрезка деревьев. Для деток ветки угрозы, ну их же спиливают. Я гляжу, вот там тоже сломалось, и махом тут же приехали, спилили. Мне нравится. Ветки деревьев в районе 12-го дома на Цветном бульваре нависли на детской площадке и в любой момент могли обломиться. Поэтому сегодня все аварийные были убраны. В этом районе по просьбе жителей власти увеличили количество детских площадок. Сами жильцы теперь заинтересованы в том, чтобы там сохранялся порядок. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи уже началась подготовка к новому курортному сезону. Хотя, по сути, процесс благоустройства в городе не прекращается. Старт был дан перед проведением Олимпиады. Ну а сейчас процесс идет благодаря нескольким программам. Кстати, благоустройство Сочи Владимир Путин привел в пример для пространственного развития страны. Эта лестница уже не ведет в санаторий «Заря», но остается важной частью архитектурного комплекса. А через несколько дней станет украшением всего курортного проспекта. Впервые после долгих лет перерыва этот фрагмент отремонтировали накануне Олимпиады. Теперь стараются поддерживать в хорошем состоянии. Это можно сказать обо всей деятельности по благоустройству курорта. Перед зимними играми Сочи получил немало возможностей, в том числе и финансовых, стать более комфортным. И речь не только о новых дорогах и развязках. Расчистилась площадь перед вокзалом. Появилась новая пешеходная зона на Новогинской. Сейчас после набережной это, пожалуй, самое популярное место для прогулок не только у туристов, но и у сочинцев. Тогда же было приведено в порядок 13 тысяч зданий. И этот процесс не остановился. С крыши дома номер 6 по улице Енисейской в Лао открывается прекрасный вид на море и горы. Но любоваться ему рабочих времени нет. Важно использовать каждую минуту хорошей погоды, чтобы сделать здесь ремонт. Замена полностью крыши, естественно, всех жалобов полностью, водостоков. Для того, чтобы максимально обеспечить крышу нашу в сухости. Чтобы жителям, естественно, были довольны. Крышу меняют по программе капитального ремонта. Она уже помогла сделать ремонт в многоквартирных домах не только в Лазаревском, но и других районах курорта. Устанавливаются новые лифты и эргономическое освещение. Обновляется энергооборудование. Заметно действие и другой программы по формированию комфортной среды. За последние полгода в Сочи появилось четыре новых парка. И до конца года будет создано в два раза больше в жилых микрорайонах. Каждый год в городе планируется обустройство, планируется строительство новых парков и скверов, строительство и ремонт дорог. И опять же хочу сказать, что наши горожане не остаются безучастными в этом. Мэр Сочи Анатолий Пахомов не случайно говорит о роли горожан в благоустройстве. Еще перед Олимпиадой около тысячи частных домов за короткое время отремонтировали сами собственники. Малоимущим помогли предприниматели. Вначале, как всегда, знаете, все это было очень сложно. Пути были очень трудными. Много было всяких разговоров, негатива и так далее. Но в дальнейшем, судя по тому, что у нас делается, когда идет процесс, тогда люди идут навстречу. В этом году в Сочи продолжится не только ремонт домов, создание новых скверов. Около миллиарда рублей будет потрачено на приведение в порядок муниципальных дорог. В том числе межквартальных проездов и сельских трасс. Галина Моисеева, Телекомпания, ФКТ. И к другим новостям. На транспортный автомобиль врезался в отбойник. Водителя спасли подушки безопасности. ДТП произошло на улице Транспортная накануне поздно вечером, сообщает Сочи Экспресс. Причиной аварии могли стать неровности дорожного полотна. По свидетельству очевидцев, Митсубиси Лансер наехал на кочку на дороге. Потерявшая управление иномарка, врезалась в отбойник и перевернулась. В машине находился только водитель. Благодаря сработавшим подушкам безопасности, мужчина отделался лишь незначительными травмами. Продолжаем. В марте в водоканале Сочи запустили рассылку электронных квитанций. Для этого абонентам нужно в личном кабинете на сайте муниципального предприятия www.mup.defis.sochi.ru выбрать опцию «Включить рассылку». И квитанции по оплате за услуги водоснабжения и водоотведения будут приходить на электронную почту, начиная с 28 числа каждого месяца. В личном кабинете абонент также может сформировать электронную квитанцию в любое удобное время. В целом суммы оплаты за услуги водоканала приходят жителям Сочи в составе единой квитанции ГУР и ВЦ. Однако в ряде случаев потребителям удобнее получать отдельный платежный документ. Из почти 11 тысяч абонентов, имеющих личные кабинеты на официальном сайте предприятия, уже около 400 запросили электронную квитанцию. Горнолыжные курорты Сочи перешли на весенний режим работы. А это значит, что скипасы на Красной Поляне стали дешевле. Дневной скипас стал дешевле и для взрослых, и для детей, рассказали в пресс-службе одного из горнолыжных курортов Красной Поляны. Весенние предложения стартовали в связи с тем, что сезон катания на исходе. К примеру, на Розе Хутор скипасы уже продаются с 50-процентной скидкой. В целом, планируется, что катание на основной части трасс не продлится дольше середины апреля. Уже сейчас из-за лавиноопасности курорты все чаще закрывают трассы на отметке выше 1500 метров над уровнем моря или отказываются от вечернего катания. А вот в середине недели на вершинах хребта Аибга прогнозируют снегопад. Ученые посчитали черноморских дельфинов. Ежегодную перепись дельфиньего населения провели, чтобы в том числе оценить состояние морской экосистемы. Первоочередная цель исследования – это оценка состояния популяции черноморских дельфинов. Но отчисленность и состояние дельфиньего сообщества – это точный индикатор состояния всей морской экосистемы. Дельфины являются хищниками самого высокого порядка. В них аккумулируются все тяжелые металлы и загрязнения. Они же являются основными потребителями промысловых рыб, рассказали интернет-дневнику «Живая Кубань» участники научной экспедиции. Поэтому по состоянию дельфинов можно судить о состоянии моря и о том, что происходит с запасами промысловых рыб. Сегодняшнее состояние Черного моря и его обитатели тревоги у специалистов не вызывает. Ну а чтобы проследить, как меняется численность популяции дельфинов и составить точную картину состояния Черного моря, нужно проводить комплексные международные исследования, собирая данные турецких, грузинских и болгарских коллег, отметили эксперты. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже можете найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok